Да, буду меня его бить. Он сильно маленький и слабый. Мне жалко его, лысую голову. Ну а что делать? Можно было накусать себе будку до 100 килограмм. Почему эта крыса каждый раз упоминает обо мне? Ты каким образом я предал брата? Да тебе больно будет, ты что? Ну как? Александр, сейчас небольшой интерактив. У вас большая оппозиция за вашу длинную, яркую карьеру. Давайте мы покажем вам несколько ваших соперников, чуть-чуть модернизированных, а вы попытаетесь их вспомнить. Так, вот первый замечательный человек. Я должен узнать? По возможности. Но он модернизирован, вы видите, что он немножко ворщинист уже. Мы же не таких старых людей били, правда? Когда вы с ним бились, он был молод. Ну это я понял, они через какую-то программу вот так вот себя застарели. Ну да, совершенно верно, совершенно верно. Так, ну с кем я из лысых дрался? Кто может быть лысым? Ну какого-то лысого побил. Это может лысая голова, которая... Нет, причем видите, он загорелый. Загорелый. Бразилист, наверное, какой-то. Не очень, не совсем. Без понятия, подсказывай. Боб Сап. А, Боб Сап. Это же великий актер и каскадер. Так, вот второй ваш абонент состаренный. Это какой-нибудь точно Бразилии с поломанами ушами. Сто процентов. Лицо, лицо, выражение лица. Забрендированное. Не этот как он? Блин, не знаю кто это. У меня даже вариантов нет. С Федором дрался тоже. Верду. Верду, да. Но это лицо вы должны узнать, Александр. Даже состаренное. Это не от бокса, это от пропущенных ударов. Первый раз вижу. Кто это подсказывает? Это Сергей Харитонов. А, ужас. Фу. Самое ужасное лицо. Так, нет, я верю, что вот это лицо вы узнаете. А, Крокоп. Да, да. Отлично, отлично. И? И заключительный. Но вот тут я думаю, что вы не узнаете. Хотя бой был на загляденье. Скажем сразу, это наш. Ну как наш. С постсоветского пространства. Ну, наверное, Глухов-то да. Да. Блистательно. Да. А меня не делали там с бородой? Каким я был? Я вам пришлю ватсап. Сейчас сделаем вас. И пришлю вам ватсап тогда. Итак, Александр, после блистательной победы над Михаилом Кокляевым, расскажите, пожалуйста, каким было ваше времяпрепровождение? Что делали? Как отдыхали? Отдыхали ли? Ну, отдыхал чуть-чуть. Так, ну как, ничего не делал. Бездельничал. Дал следующего предложения, и оно поступило от клуба «Ахмат». Они предложили мне выступить и побить лысую голову, которую я буду бить 3 апреля. Александр, а вот подготовка к бою с Михаилом Кокляевым как-то отличалась? Ну, в плане, наверное, тяжести. Да, тяжести. Вот если брать обычные бои, то есть с обычной оппозицией спортсменов, и вот такой своеобразный бой с Михаилом, как-то отличалась подготовка? Отличалась, отличалась. В бою с Михаилом я не готовился, я отдыхал. Я бездельничал. То есть было такое впечатление, да? Я, ну, как бы, понимал, что Миша лезет не туда, куда ему нужно. Ринг это не Мишина. Пускай таскает железяки, двигает вагоны и пароходы. А сейчас я очень сильно устаю. У меня как раз в последние дни тяжелых объемных нагрузок. Вот, и все, и потом я перехожу на скоростную работу. После всех полетов над Гнездом Кукушки с Михаилом Кокляевым общались? Какие у вас сейчас взаимоотношения, если они есть? Да, ну, как, никаких мы не общались, но такие же, как и были до этого. Ну, хочет еще раз пролететь. Он вызвался таким желанием, вот, ему понравилось. Спать в ринге, танцевать и над Гнездом Кукушки. Просто складывалось впечатление, и по ходу вот этих всех мероприятий до боя, что у вас такие достаточно теплые, дружеские отношения. Ну, я ничего плохого никогда к бойцам не питаю. Я понимаю, что это очень большой труд быть спортсменом и профессиональным спортсменом. Мне кажется, на сегодняшний день тяжелее работы нет. А после вот этого поединка поступили ли какие-то предложения? Много ли ли их было, может быть, там, из профессионального бокса или вашей стихии в ММА? Из бокса поступали. Вот, у меня на июнь намечен бой по правилам бокса. С кем? Пока не скажу. Пока организаторы попросили не распространять эту информацию. Да, но ходят разговоры, что бой по правилам бокса с Вовой Минеевой. Откуда ты знаешь это? Не могу не знать. Но на самом деле Вова был у нас на программе. И он сказал, что он готов. Да, он сказал, что... Да, буду Минеевой бить по правилам бокса. То есть вы решили собрать все такие самые хайповые, вот сейчас модно говорить, поединки. То есть Мага Исмаилов очень популярен, Вова популярен. Ну, если они хотят, чтобы я их причесал публично, насувал им и побил их в ринге. Да ради бога, ну сколько возможно ждать меня в соцсети завалены вот этими вызовами. Я не успеваю даже отвечать и соглашаться, читать сообщения все. Даже Рамзан Ахматович вызвал меня на ринг, на бой. Или мы боксировали, этот бой состоялся. Да, об этом мы еще спросим у вас. А скажите, когда вот уже было такое прямое предложение боя с Магой Исмаиловым? Когда уже начались разговоры об этом? И как это появилась вообще идея провести этот поединок? Как она возникла? Да была... Я вообще не знаю, почему он вдруг с 80 килограмм решил перейти в тяжи. Если он думает, что сидеть, есть, набивать пузо свое до отказа и быть тяжеловесом и драться в тяжелую весовую категорию, это легко, то он глубоко ошибается. Там совершенно другие удары. А у меня плюс еще к качеству удара еще другие скорости, другая сила. Там он немножко заблуждается в работе со своими тяжеловесами, с тем, что будет происходить с ним в ринге. А вы знаете, что вот буквально первый ваш диалог с Магой Исмаиловым произошел как раз у нас на передаче. Я вам позвонил, Мага взял трубку и тогда он сказал такую фразу, что... Александр, один вопрос. А ты не боишься, что вот не получится? Вот что сейчас средневес выиграет, например? Это же ударит по твоей репутации, например. По моей репутации уже ничего никогда не ударил. Не боитесь ли вы, что в случае поражения... От средневеса. Да, от средневеса это ударит по вашей репутации, на что вы ему сказали, что по вашей репутации уже ничего никогда не ударит. Действительно ли вы думаете, что это никак не повлияет? Да такого вообще даже в истории быть не может. Ну вы что, ну как муравей может победить меня? Он сильно маленький и слабый. Чуть-чуть мала опыта у него. Ну что он может делать? Он не дышит, не бьет, не борется. Ну прыгнуть в ноги, продержать меня пять минут, сдохнуть и все. Он тут выложил недавно в одном из своих постов на странице, как он двигается в ринге. Да слон быстрее развернется, чем мага. Он вообще набрал 20 килограмм к своему весу, и он думает, что он выйдет, ему будет так легко и просто. Ему будет очень сильно и больно. И мне жалко его высую голову. Ну а что делать? Бить придется. Такая работа. Александр, в момент подготовки в Анапе произошла та самая не очень приятная история. Расскажите, пожалуйста, в Анапе вы все-таки готовились или это был больше отдых? Я готовился, я там был с боксерами. И там, ну как бы так они... Там вообще бардак из-за этого получился. Там начали потом разбираться, кто же стуканул, кто же слил. И не нашли виноватых. Ну а потом все отделение извинялось и откланивалось. Он говорит, а мы что можем сделать? У нас есть, нам надо как-то отреагировать. Вот, на это все. Ну и абсолютно непонятно, по каким причинам судья вынесла такое решение. Вообще такая ужасная судья была, зачуханная. Как она вообще занимает эту должность? Ну хоть бы так, как женщина следила за собой. Оставим эти скандалы, интриги, расследования. Да можешь, спрашивай. Мага сказал, что весит сейчас в районе 100 килограмм. Какой у вас вес и с кем весом вы собираетесь выйти на поединок? Я со своим обычным боевым весом выйду 115 килограмм. Я думаю, ниже он не упадет. Сегодня я взвесился, у меня 120. 5 килограмм для тяжеловеса. Это сел, поел, плюс 5 килограмм. Сходил в туалет, минус 5. Вот и вся математика. Ну, раз уж вы сказали, что спрашивай, я тогда спрошу, потому что людям интересно. Та самая неприятная история в Анапе. Скажите, был какой-то конфликт у вас с кем-то? Или это действительно произошло из-за той самой песни «Сектора газа» и, в принципе, ничего такого? Никакого вообще, абсолютно никакого конфликта не было. Даже непонятно. Начали, когда выяснять, даже не смогли найти, кто вызвал сотрудников. А они, когда приехали, стоят, постояли с ними полчаса на улице. Вот, поговорили. Ну, говорит, ну, а что мы можем сделать? Мы вот не можем. Нам вот поступил сигнал на пульт, и мы должны как-то отреагировать. Приехали. Мне вот непонятно, почему судья приняла такое решение. По каким вообще? Может, она не фанатка «Сектора газа» просто? Очень много, кстати, разговоров идет вокруг того самого «Сектора газа». Что была за песня? Демобилизация? Да я уже не помню. Ну, точно «Сектор газа». Ну, да. Но вы вообще являетесь поклонником? Да нет, я не поклонником. Так просто бывает, знаешь. Какая песня глупая, в голову залезет. Ты хочешь весь день напеваешь, избавиться не можешь. В итоге вы решили финальную часть подготовки к бою с Исмаиловым пройти в клубе «Ахмат». Это как бы обусловлено тем, что здесь сильный состав именно спортсменов. Ну, и плюс дисциплина все-таки в Чеченской Республике. Очень строго с этим. Все, здесь и очень много спаррингов партнеров, хороших, качественных. Здесь очень замечательные условия. Здесь именно все для того, чтобы не отвлекали меня, назовем их, окружения. Вот, со своими проблемами, которые нужно ехать решать. Решил кому-то проблему, все, про тебя забыли. Сейчас я от этого всего, ну, так вот, отказался и с головой ушел в спорт. Только тренировочный процесс. Только тренировки. Меня здесь больше абсолютно ничего не отвлекает. А в этом поединке вы будете представлять клуб «Ахмат»? Да, я боец клуба «Ахмат». А, и, то есть, и в дальнейшем планируете вести свою подготовку здесь же? Ну, да. Александр, прошла первая пресс-конференция с Магой Исмаиловым. Все ее ждали, что будут фейерверки. Как у вас вообще впечатления после встречи с Магомедом? Уже, можно так сказать, воочию какие-то так. Ну, вот мне со стороны, например, казалось, что достаточно все в такой шутливой и в теплой атмосфере прошло. Ну, а что мне еще с ним делать? Ну, и посмеялся, и, как бы, мне понравилось все. Да, и мне кто-то сказали. Да, что Магомеду надо, что Магомеду надо готовить в следующий раз в предконференцию. Пару каких-то заготовок хотя бы иметь. Потому что, ну, как бы, в разговоре он со мной не потянет, кусаться не сможет. Мне есть, что ответить на любой его выпад. И словесный, и в клетке. Да, в клетке я как катком по нему пройдусь. Ну, ждать осталось недолго. Мы все увидим. Нет, больше всего убивает. Это не бой. Ну, бой – это вообще радость. Это праздник для меня. Уже там выйти 15 минут, и, ну, как бы, все закончилось. Вот. И то это, я уже не помню, когда я дрался в полноценные бои. У меня, опять же, просьба к Магомеду – стой, не падай быстро, не падай сразу. После вашей пресс-конференции с Магомедом, на самом деле, наибольший резонанс получила история с Димой Смоляковым. Вам задали вопрос насчет него. Вы там отреагировали, что он петух. Он же, в свою очередь, отреагировал, что готов с вами там выйти там в лесу по любым правилам. Ну, то есть, такой ответ был достаточно жесткий. Ну, передай ему, что он петух. Ты мазь, который может позариться на женщину. Женщина будет сопротивляться, кричать, просить, умолять не надо. Ты будешь в нее своим мясом тыкать. Ты животное. Ты и я по одному свидетелю берем, выезжаем за город, разбираемся там на том, что в руках имеем. Предлагаю либо пистолет, либо нос. Но после этого Дима удалился из социальных сетей и вообще, кстати, переехал жить в Америку. Он сейчас живет в Соединенных Штатах. У вас был какой-то с ним, может, телефонный разговор? Да я вообще не знаю, кто такой Смоляков. И дело в том, что, когда мне задали вопрос, мне сказали, что Смоляков что-то там говорит, что-то там рассказывает, на что-то претендует. Я никогда никого... Он сказал, что вы оружием размахивали в супермаркете. Еще что я делал? Откуда у меня оружие? Я замкал оружие. Зачем мне еще что-то есть? Он... Ну, такие вот глупости, сплетни. Запускают в соцсети, другие их подхватывают, начинают раздувать. Из-за чего и получается, что всякие разные скандалы. Потому что непроверенную информацию кто-то ляпнет и все. Ну, аж как мне реагировать на подобных людей, которые, как бабки базарные, сидят в интернете. И чтобы хоть как-то о них увидели, услышали, цепляются за Емельяненко. Ну, пусть позвонит, скажет, выйдет на ринг, приедет в зал. Сделает что угодно, но не будет как... Он на базаре семечками торгует, да носками вязаным. Вот вы говорите, Магомед не умеет ни бить, ни бороться, ничего, скорость нулевая. Но при всем при этом многие считают, что в поединке с вами у Магомеда будет преимущество в борьбе именно. Ты же он может прыгнуть в ноги, продерживаться. Вас это не волнует, да? Да, ну, конечно, нет. Я хорошо чувствую в партере. Ну, что он будет делать? Держать меня? Ну, хватит его, ну, пять минут он меня поддержит. Ну, Взен, он отекет, ну, куда это? Ну, попробуй на себя, одень сейчас, блин, 20 килограмм. Ну, и походи с ним пять минут, и ты почувствуешь, как это тяжело. Не его весовая категория. Вот, поэтому и лезет он не туда. И причем начал с меня, он бы хотя бы с какого-нибудь там попроще бы там тяжеловеса бы попробовал. Но он не так известен, как вы. Выступить в тяжелом весе, нет. Но можно было накусать себе будку до 100 килограмм и, ну, с кем-нибудь попробовать в тяжелом весе подраться. Вот, ну, зачем сразу лезть под раздачу? Александр, вы уже сказали, что там бросают много вызовов, много разговоров в интернете. Вот недавно вы достаточно в жесткой форме тоже отреагировали на ряд интервью Сергея Харитонова. Харитоша, ты опять зашипел на просторах интернета. Об какого лазанного солдатика ты зубы свои стесал? Люди, купите ему коробку чубащихся. Пусть лучше соседчиков в афину свою разевать на просторах интернета. А от меня тебе привет, Харитоша. Двойной привет, Харитоша. Где он высказался, что вы переходом в клуб Ахахмат, так сказать, ну, предали брата. Вы так жестко отреагировали в его адрес, потому что он затронул тему ваших отношений с Федором? Да нет, он меня вообще не интересует. Харитон, я его даже интервью не смотрел. Мне кто-то что-то скинул. Я вообще не понимаю, почему эта крыса каждый раз упоминает обо мне. О ней никто не знает, не помнит. О ней он только вспоминает, когда он говорит за Александра Емельяненко. Он меня вообще не нужен. Я уже давно на Харитоне крест поставил и забыл его. И каким образом я предал брата? Ну, вот я тоже не понимаю. Он несет всякую чушь. Ну, я, ну, одно скажет, промолчу. Второе скажет, промолчу. Потом что-нибудь отвечу. В последний раз попросил же, будем, народ. Коробку чупа-чупсов подарил же. Пусть лучше с чупа-чупсами играет, чем за меня интервью. Может быть, просто это сотрудники СМИ задают постоянно ему вопросы о вас? Так пускай тогда скажешь, что он за меня не будет разговаривать. Каким образом я предал брата? У него своя жизнь, у меня своя жизнь. Зачем он вообще лезет в наши личные отношения? И у Феди такое же отношение к нему, как у меня. Он его не уважает. Александр, вот мы уже сегодня затрагивали тему, то, что ваш бой на телеканале РЕН-ТВ просто побил всевозможные рекорды. И есть информация, что телеканал РЕН-ТВ очень хочет сделать ваш поединок с Харитоновым. И буквально недавно Сергей вернулся после травмы и стал тоже чемпионом РЕН-ТВ. И пролейте свет. Два чемпиона, когда будет противостояние Емельяненко-Харитонов? Да я без понятия. Если договорятся, то ради бога я его побью. Абсолютно, если организуют этот отбой, на турнире РЕН-ТВ. Ему дело в том, что уже предлагал Камил в открытую сразу за бой по 10 миллионов. Я когда встречался с Камилом, он со мной поговорил, я говорю, без проблем, организовываю этот бой. Но он говорит, 10 миллионов это как бы больше реклама для турнира, что бойцы столько зарабатывают. А дальше сумма может подниматься в зависимости от того, сколько стоит каждый боец. То есть это не была последняя точка, Харитонов опять слился по непонятным причинам. Он еще что-то придумал. Тиеву не отпускают, американцы ему не разрешают. В последний раз, предпоследний бой, это вообще ужас. Как профессионал может проиграть жопой вверх? С Линтоном Васселом. Ну, вот вам и Харитонов. Александр, позвольте себе, это будет единственный вопрос касаемо Федора. В декабре прошлого года, когда он, Федор я имею ввиду, дал интервью, и вам донесли информацию, что якобы Федор сказал, что Александр мертв. Но я попытаюсь вам сейчас полностью информацию донести. Он рассказывал там притчу. И смысл был в том, что притча о блудном сыне, который, братик, который заблудился, и он мертв якобы духовно. И Федор за вас молится, чтобы вы ожили именно в духовном смысле. Он не имел ввиду, что физически. А для меня сегодняшний день Александр мертв. Понимаете? Он пропадает. Я молюсь, чтобы он ожил и нашелся. Не кажется ли вам, что это был шаг навстречу со стороны Федора к вам? Пусть дальше молятся. Федор. Сказать это одно, понимаешь? А каким на самом деле человек, его никто не знает. Знаете его только по некоторым интервью и по боям. А какой на самом деле Федор, знаю лишь только я. Поэтому закроем эту тему и уберем ее. Он попросил, чтобы за него разговоров не было. Пусть сам за себя отвечает. Вы чемпион РЕН-ТВ. И вы говорили о том, что пояс, который вы выиграли, вы отдадите дочери. Дочь сказала, что мне не нужен твой пояс, подари его в клуб Ахмат. А, в клуб Ахмат. Туда, куда ты подарил первый пояс. Я говорю, ну и все, говорит о принцессе. И здесь клуб Ахмат собирает пояса всех бойцов, всех, кто состоит в клубе. Здесь очень много у Рамзана Ахматовича поясов. Александр, естественно, вопрос, который волнует всех интернет-пользователей. Вы еще так подогрели у себя в Инстаграм. То, что ваш поединок с Рамзаном Ахматовичем никогда мы не увидим. Скажите, когда-нибудь он появится все-таки на просторах интернета? Да я думаю, нет, не стоит. Ну интересно же. Ну я выкладывал фотографии. Ну это фотографии. Интересно, как он прошел. Скажите нам, как все прошло. Да как все прошло. Перекладывал у меня с левой руки на правую. Ну правда. Да правда. Он очень хорошо себя чувствует в боксе. Он постоянно занимается спортом, когда есть у него возможность. Он не просто какой-то там, знаете, с улицы мальчик для битья. И, ну как бы вы видели, он не боится того, что я на голову выше, на то, что я профессиональный спортсмен. Он идет, атакует и бьет. Я скажу, что даже очень много спортсменов профессиональных, даже занимающихся здесь. Когда начинаешь с ними работать, ну получается, что задействованы чуть ли не весь зал. Мне приходится прям бегать за ними. Ну пятятся, убегают, боятся. Нет. Рамзан. Ну вы на сколько процентов с ним работали, только честно? Слушай, ну понятно, что у нас был не, я даже когда, ну не такой, не полноценный спарринг. Просто рабочий момент в тренировочном процессе. Я даже когда на тренировке работаю с парнями, которые профессионалы, если я вижу, что я попал, у меня не стоит задача добить его и отправить спать, чтобы реабилитироваться и ходить, чтобы все видели, какое. Если я попадаю и вижу, что потряс своего оппонента, я его отпускаю, даю возможность восстановиться. Потому что, ну а с кем мне дальше будет работать? Согласен. Но при этом вы рассказывали, что на спаррингах всегда работаете максимально жестко. Максимально жестко, конечно. Иначе нельзя работать. А как? Если ты не будешь выкладываться в тренировочном процессе на все сто, то тогда ты не подойдешь в хорошей форме к бою. Ты не будешь чувствовать свои силы, насколько жестко, качественно ты бьешь. Просто я не кровожадный, я не добиваю. У меня не стоит задача отправить нокаут своего соперника. У меня стоит задача, здесь мы работаем абсолютно со всеми. Я даже, ну вот у меня друг Рахман здесь, он в легком весе делется. Мы даже с ним работаем. И что мне нравится, здесь никто не отказывает. Кого поймал, с тем и стоишь в парах. Здесь никто никого не боится. Все бойцы, все бьются. Вот. Если я выбираю себе оппонента, ну как-то так бывает. Кто-то остался без пары, и я без пары. Мы становимся, у меня не стоит задача побить его. Нет, у меня стоит задача обыграть его на ногах, обмануть, обхитрить. То есть я, ну, работаю по его правилам. Вы говорите, что в Америке не можете выступать. Рассматривали ли вы, например, Японию? Вы там хорошо известны? Японию рассматривал, и сейчас дело в том, что у меня есть человек, который живет в Европе, и он мне говорит, что KFC, польская. KSV. KSV, да. Заинтересованы еще какие-то там ряд промоушенов. Я говорю, без проблем, пусть предлагают условия. KSV делают очень большие турниры, там, на 40 тысяч зрителей. Да, вот они заинтересованы, чтобы я у них подрался. Вот только буквально с ним вчера разговаривал. Ну, у меня сейчас и в России как бы на разрыв. Ну, работы полно. Работы полно, да. Не хочется отдохнуть, а когда, не знаю. На пенсии. У меня тренер уже давно в пенсии. Лет через 20. Пока порадуете нас. Обозвал, говорит, иди, говорит, пенсия, отдыхай. Что ты здесь делаешь в спортзале? Говорят, что в этом году на российский рынок придет организация Bear Knuckles, то есть бои на голых кулаках. И ходят слухи, что с вами они выходили на связь. Было такое? Было такое, да. И что вы думаете по поводу такого турнира? Без проблем. Если они предложат нормальные условия. Руки не жалко? В руки. В том восстанавливаться долго. В руки жалко. У меня даже в накладках после каждого боя никаких травм нет. У меня настолько болят руки, что я даже не могу сгибать пальцы. Я несколько недель хожу даже не здоровывать. Я разбиваю их об голову оппонента. Может быть, как Тайсон Фьюри тогда поступать? Который держал руки 5 минут в бензине, как он говорил. Не хочу. Но Бэйр Наклс только прям вот за очень большие деньги. Тогда можно руками пожертвовать? Ну, в принципе. Да, если я же говорю, если условия предложат нормально, это моя работа. Мне какая разница. Руки потерпят. Буду драться в Бэйр Накл. Народ радует. Александр, есть режиссер Валерия Гай-Германика, которая сказала, что снимает о вас фильм. Была с вами в Анапе. О чем будет фильм? Если не секрет. Секрет. Ну, хотя бы пример. Когда выйдет? Обо мне. Документальный фильм. Полностью обо мне. То есть жизнь, спорт. Жизнь, спорт, да. Выход из СИЗО или из этого, из подвала. Я без понятия. Еще пока съемки идут. Ну, то есть даже таких сроков? Пока нет. Она вроде бы сроками не ограничена. Сейчас вы достаточно резко реагируете на всякие видео. То есть складывается впечатление, что у вас сейчас есть время на Инстаграм. Мне катастрофически времени не хватает. Я выкладываю пост. Но бывает, там кого-то еще добавишь в друзья. У меня все завалено. Я даже не читаю комментарии, что пишут, кто пишет. Ну, пару видео каких-то попадется. Причем, которые выскакивают сразу. Вот. Либо, вот вчера про эту, про Канделаки. Я вообще не в курсе был, что она там где-то за меня интервью какие-то дает. Я что-то зашел в эту самую, в Google систему. Мне нужно было, ну, в интернете что-то там узнать. Смотрю, а тут первым выскакивает ее какие-то там пожелания. Ну, я ее взял сразу, записал, отреагировал. То есть последнее видео, которое смотрели, это как раз было про Тину Канделаки. Я его даже не видел, это видео. Я просто статью прочитал. Заключительная часть нашей программы. Ваши пожелания Магомеду Исмаилу? Да я уже желал ему. Пусть стоит на ногах крепко и сразу не падает. Пусть хоть что-нибудь покажет, что он в ринге может. Хорошо. И заключительный вопрос на сегодня. Как вы собираетесь бить Магомеда Исмаилова? С обеих рук. Очень сильно, больно и жестко. Потому что я по-другому бить не умею. Так. А после этих фраз я уже не хочу заключительную тему нашей передачи. Потому что пацаны сказали, давайте на передних руках я сымитирую Магомеда Исмаилова минутку, а вы передней ручкой поработаете. Да тебе больно будет. Ты что? Ну, бывал я в ситуациях и похуже, Александр. Ну, хоть встань, поставь плечо, ты почувствуешь качество удара. Вот, я ничего не буду делать. Ну, как? Я ничего не делаю. Как ручка прилипает? Кто? Ярик, иди снимайся. Надевай перчатки на переднюю ручку, подвигайся чуть-чуть. Я же ничего, видишь, я даже не отводил руку. Вот так вот. Слегка приложился. Нет. Качество и плотность. Вопросов нет. Банка гуляет, как говорят в зале. Так, Александр. Большое спасибо, что пришли. Очень приятно. Мы желаем вам категорически здоровья, побед. Радуйте нас своими яркими боями, заходите еще. Дорогие друзья, дешевые враги, на этом наша божественная программа завершена. Вам, конечно же, понравилось это видео, поэтому ставьте свои лайки, пишите комментарии. Ну, и, конечно же, подписывайтесь на наш блистательный канал. Ну, а если же вдруг вам не понравилось это видео, то хук вам, понятно? Хук. Все, ура. Зачем ты с перчаткой-то? Спасибо, братан. Еще раз спасибо. Классная идея.